Сегодня 9 августа 2018 года. Дача на южной окраине Симферополя. Сегодня буду собирать, снимать и показывать урожай со своего опылителя. Вот стоит две рейки одна на одной. Каждая рейка высотой 2 метра. Вот светлая внизу и выше пошла темная. Куст посаженный, дерево посажено в десятом году. Пошел ему восьмой год. Высота у него уже больше четырех метров. Вот видите где рейка торчит. Но самые длинные побеги выше. Рост у него вертикальный. Загрузку урожаем вы видите. Орех полностью созрел. Плюска у него уже такая бурая. Орех коричневый. Он уже начал выпадать и сыпаться. Поэтому я сегодня соберу урожай, взвешу и покажу. Вот для полноты картины покажу. Это штамп. Вот такой у него ствол. Толщина моей руки. Он гораздо толще. Он уже как нога, наверное. Здесь было четыре скелетных ветки. Вот видно, да? В одном из своих видео саженца к дереву я для эксперимента одну ветку скелетную отпилил для того, чтобы исследовать вопрос, как восстанавливается фундук, который выращивается штамма. Вот я одну ветку пустил. То есть на самом деле урожай будет процентов на 15-20 меньше, чем он мог бы быть, потому что одна скелетная ветка, я вам показываю, выпилена. И что еще хочу сказать. В описании к видео я дам сбор урожая и взвешивание этого урожая в прошлом году. Скажу так. Я его поливал только в первый год. Потом, когда я увидел урожай, какой он дал мне в прошлом году, там было больше трех килограммов. Я его вот в первый год сделал такой приствольный круг и начал как-то поливать. Ну все за дело. Вот промежуточные результаты. Набрал я вот такое ведро в плюске. Проплотно утрамбованное. 50 минут я его рвал. Но опять же повторюсь, это без одной скелетной ветки. То есть примерно на четверть урожая был бы больше, если бы еще одна скелетная ветка. И что меня еще радует в этом сорте. Он находится рядом с моим основным сортом, с трапезундом. Он его прекрасно опылил. А почему я делаю вывод, что именно он его прекрасно опылил? Потому что в 20 метрах выше по участку у меня есть еще один старый трапезунд. Там загрузка в разы меньше, чем здесь. А здесь дерево полностью загруженное. То есть это хороший опылитель. Контрабандой покажу еще. Вот зреет у меня кизил Семен. Все то же самое. На три недели раньше он зреет. Вот на три недели фундучок я собрал раньше, чем обычно. Аномальный год кизил зреет на три года раньше. То же самое. Буду снимать в этом году и кизил. Тоже выложу, покажу. Вот даже вот осенняя груша Берри Боск. Всегда она была осенью. Поспевала в конце сентября, в октябре. Ее уже кое-где осы начинают жрать. То есть я думаю, она тоже на месяц раньше дойдет. Полно ее полностью. Усыпана вся моя прививка. Ну вот орех собран. Собирал его примерно столько. Точнее освобожден от плюски. Освобождал его от плюски примерно столько же времени, сколько и собирал. Ведро весит 180 грамм. Здесь вот такой вес 2780. Ну, грубо говоря, чистый вес 2600 будет. Ну пусть 2,5 килограмма. В прошлом году был больше трех. Но с учетом того, что я спилил одну скелетную ветку, урожай примерно такой же. Хотя год у нас не очень удачный в этом году. В прошлый год был очень удачный, а этот не очень. Так что в этом сорте периодичности плодоношения не наблюдается. Я призываю всех, кто занимается фундуком, у кого есть культурные штамповые фундуки. Ну, в возрасте 5, 6, 7, 8 лет. Показывайте, взвешивайте урожай, вот как я сделал. Будет очень интересно. Особенно меня интересуют сорта, которыми сейчас в Украине все засаживается. Это барселонский, каталонский. Ну вот снимите кто-нибудь в Польше, кто туда ездит. 7-8 летний штамп. Какой там урожай? Соберите, освободите от плюски и взвесьте. Ну, цены вам не будет. Это же очень интересно. Ну, для себя я взвешиваю 10 самых, прошу прощения, 100 самых крупных орехов этого сорта. Сейчас, секунду, размещу их примерно вот так вот. В общем, можно считать 300 граммов. Это не сушеный орех. При сушке он теряет примерно 25-27%. Вот буду учитывать. Зимой сделаю выход ядра. Этот орех сырой. Его нужно обязательно сушить. Где-то 7-10 дней. Где-то под навесом. Ну, для сравнения еще взвешу. Ну, достаточно крупный орех трапезонда. 6 граммов. Ну, минус где-то 25-27% после сушки. Вот средний орех трапезонда. То же самое. Примерно минус четверть веса после сушки. Ну, вот мой киросунт. Киросунт около 5 граммов. Вот киросунт, который я видел у Наримана с длинной плюской. На днях снимал 4 грамма. Но у меня, к сожалению, эти весы не дают десятых долей. Ну, вот он чуть-чуть поменьше, чем тот киросунт, который я брал у Ильяса. Вот видите, вот слева это то, что я брал у Ильяса. Вот это вот то, что у Наримана я видел. Ну, в общем, что я вам хочу сказать. Вот мой опылитель меня радует. У него нет периодичности в плодоношении. Он очень тонкокорый, очень вкусный. И если немножко перефразировать товарища Шекспира, он, правда, по другому случаю говорил, и все же он уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. На этом я с вами прощаюсь. Всем привет из Крыма. Удачи, успехов.